Злой оскал и громкий лай. Так встречают незнакомцы в большинство собак питомника. Впрочем, четвероногих можно понять, ведь нелегка она бездомная жизнь собаки. Бывшие беспризорники сегодня получили крышу над головой, еду и правильный уход. Все они проживают в чистых вольерах и получают правильный уход. Кроме того, в питомнике имеется и ветчасть, поэтому собаке всегда окажется медпомощь. Питаются животные как минимум два раза в день. В их рационе присутствуют крупы, овощи и суповые наборы. Лакомство для животных готовится прямо на улице в 400-литровом чане. Построить питомник для бродячих собак – инициатива каннских казаков. Именно они вложили не только средства, силы, но и душу. 92 леру в данный момент построили. Количество суммы сюда, вместе со всеми ремонтами, со всеми текающими. Больше трех миллионов уже сюда. Есть регламент приюта, в котором есть нормативы вольеров, буток, ограждения, периметр. Поэтому забор именно построился таким образом, чтобы ни одна собака не вышла за периметр. С собаками занимаются определенные люди. Есть кинолог, либо рабочие, которые могут с собаками контакты поддерживать. Все по нормам. Каннских собак, мы вот казаки, мы гаранты. Мы этих собак не выпустим. Мы их так и будем кормить, вот как на общественных для блага города мы построили этот приют, и так мы их будем содержать. Хотят люди привозить, ради бога, пускай привозят. Продукты мы не принимаем, гуманитарные, потому что в связи с опасностью так, как пишут. Ну, всякое, да. Мы не попрошаем ничем. Сами в состоянии, как бы, все это содержит. Ну, содержать. Сегодня каннские казаки работают совместно с подрядчиком ООО «Берег». Данная организация заключила контракт с администрацией. И сегодня они занимаются отловом бродячих животных и другими необходимыми процедурами. К слову, за неделю на их счету отловлено уже 64 собаки. По контракту у вас какая сумма и на каждую голову на собаку примерно с каком остановленной ситуации? Я вам поверхностно скажу, я сейчас не могу даже сказать. Миллион триста. Когда вы контракт, ты понижаешь даже контракт, да, сумма-то остается та же. Понижается расценка на одну голову. Например, если миллион триста, заходив, входило на тот момент, например, 18 рублей собака, да, 18 тысяч за одну собаку. Соответственно, мы понизили до 10 тысяч за собаку. Сумма остается та же. Только на эту сумму теперь собак увеличивается. У нее как раз больше ты должен отловить, стерилизовать, ну, соответственно, выпустить, да. Так как мы не выпускаем, нам собак уже даже больше еще придется, потому что там идет расценка за выпуск собаки. Так как мы ее не выпускаем, это уже, уже мы не получим эту сумму, мы оставляем все ее себе, эту собаку. Еще больше, уже не 150, наверное, там, 170 где-то собак может так вот будет. Стоит напомнить, хозяин не может выпустить своего домашнего питомца на выгул без надзора, так как в случае отлова своего верного друга из приюта просто так нельзя будет забрать. Хозяину придется дождаться, пока пес пройдет все необходимые процедуры, а также пробудет на карантине 10 дней. Только после этого собаку можно будет забрать, оформив ее официально. В другом случае хозяину придется оплатить проделанные процедуры и проживание своего животного в приюте. Также, если вы заметили бродячую собаку, можно обратиться по телефону 8 950 409 06 33. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.